Здравствуйте дорогие друзья! Устройство, которое определяет временную зависимость между двумя событиями называется таймером. Событием считается изменение входного или выходного сигнала. Обычно в библиотеке программируемых контроллеров уже имеются готовые функции таймеров. Основными таймерами являются таймер Tone, по-другому таймер на замыкание, и таймер TOF или по-другому таймер на размыкание. В действительности таймеры являются счетчиками, которые подсчитывают кванты времени или отрезки времени. Квант времени это минимальное разрешение влога равен 10 мс или 0,01 секунды. Функциональный блок таймера Tone представляет собой готовую функцию задержки времени с символом, соответствующим принципу работы таймера. Выход включается с задержкой времени T после включения входного сигнала. Активным состоянием входа TRG уровень сигнала ON включается отсчет времени. Выход включается при условии, что актуальное значение равно или больше чем задержка времени. Выход. Посмотрим работу таймера Tone на примере работы лампы. Пускай у нас будет одна кнопка, которая будет запускать лампочку с задержкой времени. Задержка времени будет определяться таймером Tone. Выберем из списка ON DELAY. Соединим кнопку на вход ТРГ, а на выход подключим лампочку. Зададим правой кнопкой свойства блока задержку времени в секундах и в сотых секунды. Ну допустим, пускай это будет 3 секунды, 3,5 секунды это будет 3,5 секунды. Включаю симуляцию и проверяю как работает. Включил и через три секунды с половиной включится лампочка. Выходной сигнал у таймера будет выключен после выключения кнопки. Имеющуюся у нас программу можно изменить на следующий. Пускай у нас будет аналоговый сигнал, с помощью которого мы будем изменять задержку времени таймера. Для этого используем аналоговый вход и специальную функцию аналогового усилителя. Формально на выход подключим аналоговый выход или аналоговые мерки и соединим параметр задержки таймера с аналоговым выходом. Теперь у нас аналоговый выход задается аналоговым усилителем. Итак, у нас аналоговый вход изменяется от 0 до 1000. Проверим работу. Вначале надо установить задержку. В данный момент задержка 0 миллисекунд. Если мы изменяем потенциометром значение на входе аналогового сигнала, то, скажем, вот 500 миллисекунд это уже больше, чем полсекунды. Ну, почти одна секунда, 911 миллисекунд. Проверим, как это работает. После нажатия на кнопку у нас через почти одну секунду загорится лампа. Конечно, это значение можно изменить, скажем, изменив минимальное и максимальное значение. Значит, пускай у нас изменяется от 1000 миллисекунд, то есть от 1 секунды до, скажем, 4000, то есть до 4 секунд. Таким образом мы сможем изменять задержку времени в заданном диапазоне от 1 секунды до, скажем, в данном случае сделаем почти 3 секунды, 3000 миллисекунд и после включения кнопки через 3 секунды загорится лампочка. При задержке на размыкание выходной сигнал включается одновременно с появлением входного сигнала ТРГ. Однако выключение выхода происходит автоматически через заданное время задержки. Причем отсчет времени начинается от заднего фронта входного сигнала ТРГ. Смотрим работу таймера TOF, пускай у нас будет выход Q1 и одна кнопочка на входе. Выберем таймер, таймер OFF DELAY и посмотрим, как он работает. Зададим задержку времени, пускай это будет 3 секунды. Включим симуляцию и проверим, как он работает. Изменим свойства кнопки на Моментарий. Это означает, что кнопка без фиксации, то есть после отжатия кнопки сигнал пропадает. Итак, нажмем кнопку, отсчета времени нет и таймер не работает. Отсчета времени нет. Отпускаем кнопку и с этого момента ведется подсчет времени. Обратите внимание, в это время лампа включается. Еще раз. Нажимаю кнопку, лампочка сразу же активна, однако отсчета времени нет. И отсчет времени начинается только тогда, когда пропадает входной сигнал, изменяется на 0. Рассмотрим упражнение с использованием таймера TOF. Пускай у нас будет три лампочки, как светофора. Скопируем и ставим три лампочки. Как только лампочка первая погаснет, нам необходимо зажечь вторую лампочку. Для этого надо послать короткий сигнал на вход второго таймера. Для этого будем использовать импульсную функцию по заднему фронту. Этим сигналом мы включим. Как только выключится лампа, на вход поступит включающий сигнал. После этого загорится вторая лампа. То же самое и для третьего таймера. Задержку времени, конечно, можно изменить. Посмотрим, как работает наш светофор. Запускать светофор будем коротким сигналом кнопки E1. Итак, зажилась первая лампа. Как только она погасла, загорелась вторая лампа. Погасла вторая, загорелась третья лампа. И третья лампа закончила свою работу. Рассмотрим работу таймера лестничной клетки Stairway. Это есть разновидность таймера ТОВ. У этого таймера имеется несколько параметров. Один параметр, как и у таймера ТОВ, определяет продолжительность горения лампы. Пускай это будет четыре секунды. И загорается эта лампа после импульсного сигнала от кнопки или от датчика. Итак, датчик реагирует на появление человека в течение четырех... Ой, у меня тут выставлено четыре минуты. Надо изменить на секунды и пускай это будет у меня четыре секунды. При подаче сигнала от датчика реагирует на движение. Включается освещение лестничной клетки и включается лампа, которая автоматически гаснет через заданное время. Но также имеется еще два параметра. Параметр, который дает знать прохожему о том, что скоро освещение будет выключено. Первый параметр Т с восклицательным знаком определяет за какое время до конца будет дан предупреждающий сигнал и продолжительность предупреждающего сигнала. Импульс на входе запускает освещение и за две секунды до конца очищения лампа гаснет на одну секунду.